Ирода Юпова Строено оно в 1903 году. Архитектор Карл Мювке. Четыре года назад здесь начали реставрацию. Южная часть здания была в аварийном состоянии. Многое, что мы видим сегодня, оно, конечно, уже с элементами утраты. Памятник архитектуры федерального значения восстанавливали по сохранившимся эскизам автора Карла Мювке. Здесь все, как в историческом проекте. Дубовый паркет, двери, восстановлены мансардные световые окна. Заменили кровлю, укрепили фундамент, стены. Вот этого, конечно, не было в историческом. Но сейчас есть идеальный вариант, когда мы видим это пространство. То есть чисто зрительно это все остается в таком виде, в каком это должно было быть. Но при этом соблюдается пожарное требование. Стекла огнеупорные, конструкция металлическая тоже огнеупорная. Всю эту часть здания собирали буквально по крупицам. Если, например, плитка еще хорошо сохранилась с тех времен, то кованая часть лестницы практически воссоздавали полностью. Сохранился только один вариант вот этого Зеланта, а все остальное делали заново. Сейчас завершен первый этап реставрации. Она обошлась в 500 миллионов рублей. Это деньги из республиканского бюджета. Сейчас для второго этапа ищут источник финансирования. Необходимо еще больше 600 миллионов. В восстановленной части училища уже идут занятия. С сентября здесь откроется и новая школа креативных индустрий. Студия фото и видео. Студия фото, видеопродакшена, анимации, мультипликации, дополненной виртуальной реальности, дизайна. Школу креативных индустрий презентуют уже на специальной пресс-конференции. Обучение бесплатное для 80 школьников. Дизайн это уже индустрия. Дизайн это уже монетизация моего таланта. Кожаная мозаика. Я могу на этом уже зарабатывать. То есть, понимаете, это своего рода условия для монетизации талантом. За круглым столом звучат разные вопросы министру. Один из первых – как сохранить национальную культуру. Ира Даюбова приводит в пример Якутию, где на прошлой неделе прошли Дни Татарстана. Если у нас в республике на сцене всегда артисты, то там на празднике активно участвуют и жители. Создание среды, которая будет помогать нам сохранять традиции, будет сохранять язык, которая позволит нам мотивировать общество, мотивировать людей на то, чтобы они приходили к нам в учреждение культуры. Говорили о создании продюсерского центра при Минкульте, о необходимости разнообразить репертуар фестиваля мусульманского кино. Были вопросы и об открытии музея Тысячелетия Казани. Ира Даюбова рассказала, он появится в здании магистрата Набаумана у подножия Кремля. А еще в республике разрабатывается Тукаевская карта на примере Пушкинской. Вероника Гайнудинова, Леонид Архозий Ахметов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани. 5705100.